Приветствую вас Марина. Давайте разберем ваш вопрос. Я увидел, что у нас уже довольно много ответов, поэтому вполне вероятно, что какие-то из моих мыслей вы уже прочитаете. Я заранее прошу меня изменить за повтор, потому что перечитывать все 18 ответов довольно долго. Итак, мне 28 лет, из них 5 лет я работаю руководителем. Ну, у меня есть такая практика, я обращаю внимание людей на ассоциации, которые вы заказываете. И, в первую очередь, просто так для общего, для повышения уровня познания себя, я хотел бы спросить, что значит для вас ваш возраст и что значит для вас время работы руководителя. Что значит для вас срок, который вы работаете руководителем, а именно 5 лет. Начиная с 5 сотрудников, сейчас замещают директор и непосредственно подчинение более 80 человек, в прямом 15. Ну, опять же, это выглядит как, а вот знаете, как некая, некая такая демонстрация, что ли, успехов. То есть, вот, посмотрите, вот я вот такая успешная, посмотрите, я этого допил, вот посмотрите, я этого достигла. Вот так это выглядит, ну, по крайней мере для меня, по крайней мере для меня это выглядит, таким образом. То есть, успешность, статус, вы ставите на довольно важнее место, как будто бы он вас характеризует, как будто бы он дополняет что-то, с чего вам, может быть, не хватало бы. Дальше. С детства я знала, чего хочу, но не знала, как этого достичь. Ну, безусловно, хорошо, что вы знали, что хотели, я бы все-таки, наверное, раскрыл бы более подробно то, чего вы хотели, чтобы рассмотреть ваши желания, чтобы рассмотреть ваши подробности, чтобы убедиться в том, что, грубо говоря, вы, ничего не путайте, чтобы, грубо говоря, вы, ну, воспринимаете свое желание, да, чувствуете его так, как оно есть, а не в искошенном виде. В 21 год я поняла, что если в корне не изменю себя, то не стану успешным человеком и примером для других. Ну, вот тут сразу возникает невольно вопрос. Зачем? Зачем быть успешным человеком и, тем более, зачем быть примером для других людей? Успешность – это всегда социально зависимый статус успешности. Это всегда социально окрашенный статус. И успешность – это всегда то, что зависит очень сильно от окружающих людей. Не от вас, как, ну, как было бы вполне логично, а именно от других людей. И возникает невольный вопрос. А где вы в этой ситуации? А где вы здесь? Успешность – пример для других. А вы где? И вот я думаю, что мы подходим к главной проблеме. Что вас? Так как бы и нет. Успешность есть. Пример для других людей есть. А вас нет. Это очень похоже на желание что-то доказывать. На желание что-то заслужить. Дальше. Начала требовательную работу над собой. Стала пунктуальной, ответственной, дисциплинировала себя ежедневно, буквально каждый час проводила в пользе. Развивала навыки и личность. В том, что вы развивали навыки, я ни капельки не сомневаюсь. А вот в том, что вы развивали личность, извините, сомнения есть. Дело в том, что личность развивается как раз таки посредством выбора. То, что делали выбор вы, у меня есть некоторые сомнения. Почему? Потому что вы делали, ну, действовали точнее на успех. Скажем так. Успех это не личность развивается. Как это не специально, может быть, для вас будет звучать. Успешность, например, для других, это не совсем про личность. Это больше про, ну, я бы сказал, что это больше про социальную такую вот. Успешность, да, это больше про социальный успех, чем про личность. Да, безусловно, безусловно, личность может быть, ну, может быть, примером для других людей, вне всякого сомнения. Вот. Но для личности это не обязательно. У вас же цель была именно быть успешной и быть примером для других людей. Это исключает, к сожалению, это исключает развитие личности в детстве. Стремление к успеху и стремление быть примером для других людей исключает развитие личности как таковой, к сожалению. Поэтому то, что вы развивали личность, я боюсь, немножко не так. У двадцать три добилась своего и стала полезной. Ну, я бы сказал, что в своем стремлении стать полезной. Вы, кроме того, что сводите к материальному, к материальному контексту ценности человека, вы еще и, в общем-то, ставите себе условия, вы ставите себе определенные условия, да, и все так же продолжаете обращать внимание только на социальный аспект. То есть очень много. Далее вы пишите, что вы растворяетесь в компании, да, что вы живете интересами компании и так далее. То есть это вот все, опять же, больше про такой вот, ну, про социальный ориентир, потому что, опять же, личность не будет растворяться в интересах компании. Личность будет продвигать свои собственные интересы, которые вызывают эмоциональный отклик у, ну, у субъекта, у субъекта личности, вот, скажем так. Почему я, собственно, вот и, почему я, собственно, и говорю вам о том, что немножечко вы, ну, вот, немножечко вы не про личность, да, немножечко вы про другое говорите, ну, вот, в большей степени. Дальше идем. Так, появились деньги и независимость. Ну, вот, опять же, да, значение денег и значение независимости. Мне кажется, это очень такой важный момент, вот, какое значение для вас имеют деньги, какое значение для вас имеют независимость, ну, и, значит, чем, что определяет важность этого глава. Далее. На четыре последующих года работа стала, эээ, стала жизнь, ответственность стремительно росла, загрузилась в сфере, свои интересы организации стали превыше всего, неважно, сразу у меня болезнь или день недели в субботу. Здесь вы говорите, эээ, значит, как мной упомянуто было ранее, эээ, здесь вы говорите о неком таком идеальном, эээ, социальном, социальном индивиде, который полностью распоряется в, собственно, вот, той среде, эээ, социальной, в которой он, ну, в которой он находится, вот. Эээ, как бы происходит замещение, происходит замещение своих интересов, да, интересами компании, интересами организации, интересами других людей, вот. И, эээ, понимаете, в чем, эээ, основной момент? Основной момент, основной момент, он не в том, что, эээ, вы выбрали так жить, потому что, в принципе, так живут, ну, достаточно многие люди. Основной момент в том, что, судя по тому, что вы обращаетесь к нам, к психологу, эээ, вас эта позиция, у вас это, ну, вот, такое положение вещей, да, вас не устраивает. Очевидно. Иначе бы вы не обратились к нам. И вот в этом основной, основной момент, что вы, судя по всему, эээ, очень долгое время, как бы не всю жизнь действовали, и, вероятно, продолжаете действовать в обход своих интересов. Потому что, ваши интересы, это совершенно не то, что связано с социальной реальностью. Ваши интересы, они личные, и они касаются только вас. И это не успешность, это не независимость и не деньги. Потому что, это все, по большому счету, это все средства. Может быть, этого всего, этого всего и достаточно, но, не вам. К сожалению. Или к счету. Через два года, поняла, что нужно вдохновения для такого графика, начала много путешествовать, совмещаясь с работой удален. Ну, здесь, эээ, довольно расплывчато все получилось. Поняла, что нужно вдохновение для такого графика. Эээ, что это значит вдохновение? Я знаю, что, эээ, вдохновение нужно для творчества. Вот. Явно, что вдохновение нужно для творчества. Эээ, ну, я не очень, не очень, честно говоря, понимаю зачем. Эээ, зачем, эээ, зачем вдохновение для работы нужно. Именно, именно вот вдохновение для работы, зачем нужно. Я не очень понимаю. Эээ, но, я полагаю, что вы имеете в виду, я полагаю, что вы имеете в виду, эээ, здесь, эээ, то, что, эээ, вам тяжело стало работать. Я так полагаю. И, вы начали чувствовать потребность в подпитке. Вы начали чувствовать потребность в подпитке извне. Какой-то назад переехала в Москву, в организации тут офис, решила его развивать в более интересном и большом городе. Но, опять же, вот, понимаете, вроде бы, вроде бы, у вас все получается красиво. Вроде бы. Но, на практике, на практике такое ощущение, что вы строго, строго идете в обход себя. В обход своих потребностей. Потому что, когда вы говорите, что, эээ, переехала в Москву, жить в большом интересном городе и так далее, все это может быть и правда. Но, вопрос заключается немножко не в этом. Вопрос заключается в том, зачем, для чего развивать офис, чтобы что развивать, развивать офис, офис. Восемь последних месяцев я не живу, а существую. Нет желания развиваться, а это мой воздух, вставать по утрам и создавать свою реальность, как раньше созидать. Ну, развитие как самоцель выглядит, мягко говоря, сомнительно. Мягко говоря, развитие как самоцель выглядит. Почему? Ну, в первую очередь, наверное, по той причине, что развитие должен быть ориентир, иначе это постоянное напряжение, иначе это происходит подмена понятий. Ровно так же, как, в общем-то, происходит подмена понятий, тогда, когда вы говорите, что, ну, создаёте или созидаете свою реальность. То есть, у этого всего должна быть причина. У этого всего должна быть причина. Не причина, вектор. 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 Вектор направленности как раз должен быть. Вот. И если этого нет, нет вектора направленности, если нет вектора, вот, так сказать, ради чего это всё делается, то, в общем-то, это становится самоцелью, а самоцелью это, ну, в принципе, как бы быть, в общем-то, не может, не может. Потому что, ну, одно с другим состыкуется только лишь, вот одно с другим состыкуется, а, как бы, и всё. А одно без другого существовать не может. Вот. Поэтому, например, когда вы говорите про созидание реальности, да, вот, это всё очень хорошо, но, во-первых, во-первых, это звучит достаточно, так, глобально. Потому что иногда вам ещё не хотят созидать реал. Вот. А то, что развитие вас, ваш воздух, так это, ну, выглядит как, в данном случае, это выглядит как то, что вы просто, ну, бежите, просто бежите от, ну, к примеру, от себя. Вы бежите. Вот. И всё. Вот вам сложно наедине с собой, ну, вот, вы, там, условно, ну, условно говоря, в себе что-то не принимаете, да, допустим, и... Как бы, за счёт развития, вы пытаетесь эту проблему решать, а она не решается. Вот. И в итоге, по факту, вы расходуете свой ресурс, вот, который у вас не бесконечно, конечно, расходуете свой ресурс. Но никак его не исполняется, потому что эмоциональная отдача от, ну, от такого вида, такого рода деятельности скорее всего нет. Понимаете? Какая, какая, какая штука. Вот. Поэтому, эээ, собственно, и происходит. То, что происходит. Да. Дальше. Есть цель, желание, но совершенно нет стимула это делать. Это в определённой степени ловушка, то, что вы сказали, потому что, если цель есть, если желание есть, то стимул, он автоматически появляется. Если же у вас нет стимул, значит, желание и цели в какой-то степени ложны. Вот. Ну, я могу, конечно, предположить ещё, что вы себе задачи, задачи не совсем корректно ставите. Вот. Ну, принимая во внимание тот факт, что вы добились, ну, определённых успехов, да, на, ну, на профессиональном поле, мне кажется, что, скорее всего, с постановкой задач у вас всё в порядке. Ну, вот, если там что-то и, ну, если там что-то и нужно корректировать, то крайне, ну, крайне немного, крайне немного. Вот. Так, по крайней мере, это для меня выглядит. Вот. Ну, ну, вот из того, исходя из того, что вы пишете. Дальше. Так, я уверенный в себе человек, считаю, что нет ничего невозможного. Ну, и то, что вы уверены в себе человек, это хорошо, а вот то, что нет ничего невозможного, вызывает вопрос. Потому что всё-таки что-то невозможное есть. И это, ну, вообще говоря, нормально. То есть, вообще говоря, нормально, что, ну, что для человека есть что-то невозможное. Ну, вот, потому что его возможности, ну, в общем-то, ограничены. И важно знать это ограничение, только так можно развиваться, развиваться безопасно. Если ограничений не знать, то безопасного развития не получится. Дальше. Зачем? Зачем ехать в офис, если можно работать дома и не выходить? Зачем сражаться с друзьями? Зачем читать любимые книги? Зачем достигать нового уровня качественной жизни? Очень похоже на профессиональное выгорание, когда происходит отрыв от своих чувств и, ну, работа, деятельность ставится на конвейер или поток. То есть, когда человек находится, ну, вот, в таком, что называется, что называется, отрыве от себя, вот, и, в общем-то, я полагаю, что эта история, как раз таки, про вас. Что именно вы находитесь в отрыве от самой себя, вот, и все, что, в общем-то, вам было интересно, ну, да, уже свою ценность теряет. Потому что вы вырабатываете свой ресурс. И, помимо просто общей усталости, которая накапливается, вот, есть еще и, так сказать, экзистенциальный кризис, экзистенциальный голод, непонимание того, для чего это все. Ну, а к этому могут привести только ложные, неважные для вас, с эмоциональной, конечно, точки зрения, целей и задачи. Дальше. Так, зачем, так, и в итоге я ем, сплю, работаю дома с ноутбуком, езжу к врачам, плюс полгода появилась непонятная болезнь. Ну, это психосоматика, каждый день обещается жить наполненным событиями жизни, как раньше ничего не делаю. Ну, понимаете, вот у меня, у меня есть ощущение, что наполненная событиями жизнь, это самоцель. Понимаете, кажется, как будто вы, вот, считаете собой, своим долгом, чтобы у вас была такая жизнь. Как будто вы используете эту насыщенную, эээ, насыщенную событиями жизнь для чего-то. Не просто вот сами к ней пришли и все, а именно используете ее для чего-то. Именно нужна она вам зачем-то. Дальше. Так, что это? Типа депрессия? Ну, депрессия, может быть, у меня не похожа. Депрессивное состояние апатия, да. Апатия, кстати, является следом того, что человек подавляет себя, подавляет свои чувства ради, вот, ну, каких-то других целей, да? Апатия, ну, вот, апатия, ну, более чем, более чем реальна здесь, вот. Ну, как я сказал, у вас психологическое выгорание, вот, очевидно, потому что вы о себе не заботитесь. Вот, ну, за примером не надо ходить, эээ, вот, в бесплатную поликлинику придите, посмотрите на людей, которые, которые там работают и все, в общем-то, станет понятно. То есть это вот происходит сейчас с вами, ну, может быть, немножко в меньшей степени, но происходит с вами это сейчас. Дальше. Как нужно исправить? Ну, во-первых, что все, во-вторых, с чего вы решили, что нужно исправлять? Потому что то, что происходит, это вполне естественно. Это ваша расплата за отношение к себе. Это ваша расплата за, быть может, неумение, нежелание, страх полноценно психологически расслабиться. Я использовал термин психологически расслабиться, потому что думаю, что физически вы, ну, скорее всего, расслабляетесь. Вот. Чтоб, ну, чтоб не было, не было, не было, не было, не было, не было, не было. Здесь. Чтобы вы, эээ, поняли, поняли меня, максимально правильно. правильно. Что касается корректировки того, о чем вы говорите, то это психотерапия, индивидуальная работа с вами, индивидуальная работа с вами. Других вариантов в общем-то нет. И запрос он не на исправление того, что вам не нравится, посвятил и себя подогнать хотите под то, что было раньше. А как бы запрос он все-таки больше на то, чтобы вот как-то лучше себя понять, как-то лучше может быть в себе разобрать. Может быть подкорректировать что-то. Может быть решить какие-то внутренние конфликты. Может быть что-то в этом направлении. Что-то. А не вот такая позиция, какая у вас сейчас, что нужно все исправить, нужно вернуть все на как бы. А если невозможно вернуть так как было, если вы изменились, если вы стали другой, если вы поменялись, как это бывает. С людьми, что люди меняются. Вот. У людей меняются приоритеты, меняются ценности. Все меняются. В таком случае, что делать вы будете. Опять, опять, ну опять себя заставлять. Ну я не думаю, что это хорошая идея. Вот. Я не думаю, что здорово будет, если вы опять будете идти против воли против себя и так далее. Вот. Решать, конечно. Решать вам. Вне всякого сомнения. Вот. Я просто надеюсь на то, что вы подумаете, как следует о том, что я вам сказал и... Может быть. Может быть. Пройдете к каким-то решениям. Интересным. В том числе. Для себя. Вот. На этом, на этом, я думаю, может можно закончить. Мой ответ. Я надеюсь, что для вас это было полезным. Я желаю вам удачи в вам. Разбор из себя. Всего вам самого доброго.